Похоже, с открытием скейт-парка у нас в Иванове наш город стал действительно настоящим центром развития экстремальных битов спорта. Вот и сегодня здесь, в парке Степаново, проходит очередной межрегиональный турнир. Спортсмены на Бэймэкс, роликах и скейтбордах соревнуются сегодня здесь в течение всего дня. За лучшими трюками этих безбашенных парней будем наблюдать вместе с вами. Трюки начинались уже на раскатке. Так между собой экстремалы называют разминку. Олли – простой прыжок. Это основа всего катания на скейте. Важно приземлиться и не слететь с доски. Флипы – вращение скейтборда ногами. Сначала на 180, потом на 360 градусов. Скейтеры вначале часто ошибались, а ошибка, как правило, приводит к падению и травмам. Поэтому все участники перед соревнованиями должны быть обязательно физически подготовлены. Принять участие может любой участник. Абсолютно все готовы. Но на мой совет физически все-таки нужно как-то отжиматься от пола или что-то делать из физических упражнений, чтобы при падении мышцы выдерживали падение все-таки, чтобы не было травм. Лучшим в дисциплине скейтборд стал латвиец. Его трюки судьи назвали самыми мощными. Андрей встал на доску 7 лет назад. Очень много тренируется и принимает участие во всех возможных контестах. И у нас в Иванове уже не первый раз. Говорит, что в Риге скейтпарки больше и созданы уже для профессионалов. В нашем ему понравилась рампа, да и сама площадка приличных размеров. Есть где раскататься. Одно из самых главных – это использование всего парка. То есть не только кататься на одной определенной конструкции, а использование всего парка, как можно меньше повторять трюков. То есть делать разнообразные трюки, скольжения, прыжки, там всякие флипы, то есть чтобы разнообразить. То есть чем больше трюков сделаешь разных – это лучше. Backflip Tail Whip – самый опасный трюк в BMX. Велосипедисты, кстати, оказались самыми бесстрашными. Летали они по всему парку. Видимо, заветное правило экстремалов – балансирование на грани жизни и смерти. Эти ребята соблюдают с большим удовольствием. И даже травмы не мешают снова садиться за руль. Когда я только купила себе велосипед, я упала. У меня был ушиб коленной чашечки. И я две недели вообще не могла ходить, хромала. Но потом через год пришлось встать на BMX, потому что очень хотелось кататься. И все, ну, тут-фу, больше травм не было пока. По словам судей контеста, в нашем городе наиболее развитым экстремальным направлением остается скейтбординг. Именно из-за доступной стоимости доски. Наверное, поэтому ивановских BMX-еров на турнире оказывается в разы меньше. Может быть, хотелось бы видеть больше народа, катающихся именно из города Иваново. А то я смотрю, все время приезжаю и видишь, живут только из города Ярославля, из Костромы, а из Иваново очень мало народу. В будущем такое экстремальное развитие спорта. Только за половину лета у нас прошло уже три турнира. Будет набирать обороты. Эти парни, похоже, точно не остановятся. Экстремальные виды спорта, на мое мнение, очень большой. Охват берут. Участников очень много намирается, желающих очень много приезжать из других городов. Турнир очень важен. Я думаю, мы будем еще крупнее турнира делать. Также у нас планируется провести первый чемпионат России у нас же в городе. По итогам межрегионального турнира в дисциплине BMX первое место занял Герман Серебряков из Ногинска. В категории ролики первым стал Руслан Ким, уже известный роллер не только в России. Сейчас он отправился в Китай, где будет показывать свои по праву выдающиеся способности уже всему миру.